Закажите кредитную карту Альфа-банка с бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и сегодня мы поговорим о той самой многомиллиардной сделке, которая вроде как подходит к доброжелательному концу для подразделения Xbox. Xbox победа, так сказать. Сейчас по сети вы найдете кучу постов и роликов о том, какие же плохие Sony и какие же Xbox молодцы о том, что это настоящая Xbox победа. Не, на самом деле Xbox действительно молодцы в этом плане, что им удалось выиграть то самое судебное разбирательство, с помощью которого хотели заблочить сделку. И теперь им вроде как мало что мешает приобрести создателей колды. Ну, если вдруг никакая там апелляция не пройдет. Но в этом ролике я хотел бы поделиться с вами плюсами и минусами данной сделки, поскольку опять же все вокруг ликуют, радуются, но пока никто не понимает почему. Типа радость ради радости. И на самом деле тут реально есть над чем разобраться, а также понять чему радоваться, а чему нет. Перед началом видеоролика обязательно ставьте лайкусик, и да, не стесняйтесь этого делать, вам всего лишь это пару кликов, а каналу это капец какой буст. Ну, а также не забывай подписываться на канал, это тоже важно, и обязательно пиши свое мнение в комментариях. Начну с того, что вся эта кринж история длилась около полутора лет. Почему, собственно, кринж, спросите вы? Ну, а потому что за все эти полтора года вы видели крайне много унижений компании от самих же себя, где каждый из них жаловался, как им плохо, как им это все поможет, либо усугубит ситуацию и помешает свободной конкуренции. Нет, конечно, стоит признать, что благодаря этой сделке, а именно судебному процессу, мы узнали много секретных подробностей в виде договоренностей и планов по нынешним и новым консолям. Об этом я уже записывал в видеоролик, поэтому можете глянуть его у меня на канале, и в подсказках вам оставлю. На сегодняшний день стало известно, что Microsoft все-таки удалось выиграть дело против регуляторов, которые могли заблокировать сделку. И, соответственно, пару дней назад Xbox Community начало этому радоваться, правда, непонятно чему, поскольку сразу скажу, что данная победа в суде еще не означает, что майки 100% купят или купили Activision Blizzard. Они просто устранили самую главную проблему, и то, так скажем, не до конца, потому что там могут быть всякие апелляции. Но, так или иначе, хайпа по этому поводу хоть отбавляем. Начнем, пожалуй, с положительных сторон, что же ждет такого хорошего игроков от этой сделки. Сразу скажу, что то, о чем мы поговорим, это лишь предполагаемые исходы, ибо все может поменяться, и самое главное, за все эти полтора года не было особого заявления о том, что как же повлияет эта сделка на игроков. Ну, во-первых, самое примитивное, и, пожалуй, основное для геймеров Xbox, и в чем заключается вся основная радость большего комьюнити, так это в добавление игр Activision Blizzard в подписку Xbox Game Pass. Ну, а также все новые игры в день релиза от нее же. У Microsoft до сих пор есть правило, что все игры от внутренних студий добавляются в подписку, и, соответственно, после слияния с Activision Blizzard, все игры новой студии также должны будут туда попасть. Но тут стоит учитывать, что это произойдет не так быстро, поскольку есть между создателем колды и PlayStation некое соглашение, по которым Microsoft не могут добавлять новую колду в подписку раньше конца 24-го года, либо же там начало 25-го, тут точно не помню. Поэтому ждать ближайшую новую колду в подписку точно не стоит, и радоваться прямо тут и сейчас тоже бессмысленно. Но, как минимум, старые части нам должны добавить в скором времени после слияния, вроде как. И помимо той самой мощной франшизы в лице Call of Duty, на экране вы можете глянуть на весь возможный список игр, которые могут попасть в подписку. По факту данный исход для игроков это определенный плюс, ибо это наша любимая халява, и аудитории с Xbox не придется в будущем покупать каждый год колду, только лишь продлевать подписку. И да, если вдруг у вас еще нет подписки или там Call of Duty, можете обращаться к неоднократно проверенным ребятам из X Games, знайте, что скоро будет распродажа, поэтому ссылку оставлю в комментариях. Признаться, я сам устал покупать каждый год колду, поскольку я только успеваю привыкнуть к одной части, открыть все, что мне нужно, прокачаться где-нибудь, как выходит уже новая часть, приходится платить. Ну, короче, заколебало это, и подписка по этому поводу, мне кажется, остудит мой пыл. И вообще, Activision Blizzard засранцы говорили, что МВ2 проживет 2 года, а в итоге, видимо, в этом году будет Cold War 2. Ну, посмотрим, короче. Следующая положительная ситуация кроется в том, что при появлении новой студии, возможно, либо укрепление старых за счет мощных новых сотрудников, которые должны, в теории, помочь не выпустить говно, как Redfall, либо же формирование новых команд для новых игр, что делает количество будущих проектов для Xbox еще больше. Ну, чтобы вы понимали, акцентирую на слове на будущих проектов, потому что... Сейчас нам точно ничего не светит. Этому стоит радоваться, но, опять же, с долей скептики, и под конец ролика я объясню, почему. Как вы знаете, это одна из самых дорогих покупок, я бы сказал, отчасти влияющих на будущее индустрии в целом, и конкретно влияющая на Sony. Поскольку данным приобретением майки стелят себе очень хорошую соломку, которая может сыграть в конкуренции Sony в будущем, и поэтому положительным ключом для игроков будет являться контр-ответ Sony на вот эту вот всю сделку, которая, в свою очередь, тоже будет пытаться что-то сделать. Sony, на самом деле, мне этим нравится, что они вряд ли захотят как-то проигрывать или сдать позиции, и за счет этого тоже предпримут хоть что-то. Возможно, Sony будет тоже выкупать какие-то другие студии, либо задумывается над будущим аналогом колды, а может и вовсе будет делать больше классных игр. Ибо для Sony капец, как важно удержание игроков именно на их платформе. И поскольку будущая колда, возможно, будет в подписке, или, может быть, вообще эксклюзивом, кто его знает, то Sony вряд ли будет сидеть сложа руки. Закажите кредитную карту Альфа-банка с бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также положительным ключом является расширение аудитории Xbox в будущем при помощи такого заманчивого предложения, как колда в геймпассе, что, возможно, в будущем, опять же, отразится над дальнейшим сотрудничеством со стороны студий, именно сторонних. Эту, кстати, идею мне подкинул в комментах Дэдпи, когда у меня был стрим, где мы это все еще и обсудили. Поэтому, если хотите глянуть на этот стрим и вообще на прошедшие стримы, получить доступ к секретному чату, можете залетать ко мне на бусте, ссылку оставлю в комментариях. Просто если вспомнить подробности из суда, то Xbox'у крайне сложно предложить выгодные условия сторонним студиям за счет не такой большой аудитории, как у Sony. Поэтому расширение аудитории должно сыграть лучшим образом и позволить команде Xbox договориться на более качественные эксклюзивные проекты. Что касаемо плюсов, то это, пожалуй, все, что я мог вспомнить. Если вдруг что-то забыл, то напишите об этом в комментариях и переходим сейчас к минусам, из-за которых многие как раз-таки к этой сделке немного относились так себе. И хочу добавить, что все пункты будут основаны на прошлом опыте. Первое, что беспокоит многих игроков, которые следили за индустрией и конкретно за Xbox'ом, заключается в возможности ухудшения качества игр. Это стоит учитывать, поскольку Microsoft уже делала громкие покупки в виде беседки, после которой многие игроки были уверены, что вот как раз-таки под их крылом беседка засияет и начнет завозить качественные игры. Увы, Microsoft неоднократно нам доказывала, что она не способна поставить контроль качества на самый главный план. И в нынешней ситуации ей главное хоть что-то выпустить, и неважно в каком качестве. Привет, многострадальный Redfall, привет, 30 фпс на самой мощной консоли в Старфилде, привет, легендарный Crossfire X, который уже помер. Господи, как неужели? Просто те примеры, это довольно-таки показательные моменты, что слияние может не особо повлиять на качество, и даже его оставить на том же уровне, или даже хуже. Тут еще не особо понятно, что будет с Бобби Котиком, поскольку это хоть и жадный бизнесмен, но он хороший руководитель, который знает, как руководить своими подразделениями, и его возможный уход, а также наличие замечательной творческой свободы от Microsoft, могут сделать колду реально говном. Но о чем речь, если Microsoft даже новую часть основной своей франшизы, под названием Halo Infinite, не смогли нормально реализовать и поддержать, а та же гиря фиг знает, когда даже выедет. Стоит также учесть, что поскольку колда будет под крылом майков, в СНГ есть доля опасений, что перевод игры на полностью русский язык с дубляжом может прекратиться. Один из примеров, это Starfield. От беседки всегда переводились игры на русский язык, как минимум субтитры, но в Starfield их походу не будет. И маленький шанс того, что колда тоже последует этой штуке, также остается, но надеюсь, такого не произойдет. Я тогда вообще просто буду горевать. Также, несмотря на то, что Фил чуть ли не клялся, что не будет повышения цены на подписку, после слияния, втихую это сделал до данного процесса неделю назад. Негативный фактор все еще остается в виде подорожания чего-либо. 69 миллиардов, это ценник не булочку купить, соответственно майкам придется все это отбивать. И лично я не особо верю, что все цены на игры, подписки, монетизации, и тому подобные темы останутся такими же. Поэтому мне почему-то кажется, что эта сделка все-таки отразится как-то на цене и по-любому что-то не подорожает. Может быть не подорожает подписка, но не знаю, да что-нибудь короче точно подорожает, потому что 69 миллиардов, это довольно-таки большая сумма. И самый, пожалуй, главный минус заключается в том, что вся эта сделка будет направлена не совсем на консоль. Иксбокс. Если вспомнить заявление и объяснение Фила Спенсера, то им данное приобретение нужно именно для мобильного гейминга. И за все эти полтора года не звучало каких-либо преимуществ именно консоли Иксбокс. Как я говорил ранее, сам бренд Иксбокс, он сейчас в крайне расплывчатом состоянии, что Иксбокс может назвать подпиской к Икс Клаудам, ПК с подпиской Иксбокса, и соответственно, понятное дело, что приобретение усилит бренд. Но в какой именно области, в облачной, в консольной, в мобильном сегменте остается лишь ждать и смотреть. Ибо может быть такой, что сделка вообще может ничем не повлиять на консольных игроков. Это, конечно, не факт, но такое тоже может быть. Закажите кредитную карту Альфа-банка с бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. И какой, собственно, вылаз со всего этого можно сделать? На данный день сделка для игроков ничего не означает и ничего не дает, поскольку все еще не было официальных заявлений, анонсов и тому подобных вещей. Мы, конечно, можем уже себе напридумывать возрождение каких-нибудь эксклюзивных франшиз в лице прототипа и так далее. Но если учитывать, в каком состоянии находится вся игровая индустрия каких-то новых игр от Activision Blizzard, от Microsoft и так далее, кроме там колды, мы можем увидеть также не особо скоро, как и уже ранее анонсированные игры, которые фиг знает, когда выйдут. Ибо их разработка все-таки не такая быстрая, как хотелось бы. Сделка может повлиять на рынок и на игроков лишь в будущем и конкретно в каком ключе пока, опять же, непонятно. Дойдемся, конечно, на положительный сход а-ля больше предложений, более сильная конкуренция и тем самым более крутые фишки для нас, игроков. На этом, в принципе, все. Вот такие вот минусы и плюсы. Большое спасибо вам за просмотр. Обязательно ставьте лайки, дабы поддержать канал. Не забывайте подписываться. Не забывайте писать свое мнение в комментариях, что вы думаете на этот счет, что для вас хорошо, что для вас есть плохо по этой сделке. И еще раз большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok